В Николаеве, в больнице, умер мужчина, пострадавший в результате ракетной атаки россиян в воскресенье днём. В то же время количество пострадавших в целом возросло до восьми. Среди них есть ребёнок. Российские войска при ракетном ударе по Николаеву, по сути, применили аналогичную тактику, похожую на тот удар, который был нанесён буквально 15 марта по Одессе. Речь идёт о нанесении повторного удара по месту первого, с минимальной разницей во времени. Об этом сообщают силы обороны Юга Украины. Действительно так. И вот сейчас этот аспект, а также другие темы мы обговорим с Сергеем Бородчуком, спикером Украинской добровольческой армии Юг. Сергей Борисович, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас приветствовать в нашем эфире. Сергей Борисович, приветствуем. Слава Украине, слава жённым силам. Здравствуйте, коллеги. Горо им слава. И вот знаете, с чего хотелось бы начать? Мы озвучили данную информацию, но тем не менее, вы, как человек, который глубоко в теме, вот то, что произошло в Николаеве. Можно ли говорить о том, что это была аналогичная тактика, что и при обстреле Одессы 15 марта, тот самый повторный удар по месту первого прилёта? Абсолютно верно. Это так называемая тактика двойного удара, когда между первой и второй ракетной танкой есть определённая пауза. Она осуществляется врагом только с одной целью, потому что все прекрасно понимают, что есть попадания, что могут быть раненые, могут быть погибшие. Соответственно, есть определённый алгоритм действий, когда спасатели и медики должны прибыть на место максимально быстро, это понятно, и приступить к помощи раненым, эвакуации, возможно, погибших, эвакуации людей, которые могут находиться на этом месте. В данном случае произошло действительно абсолютно верно так. Враг бил ракетой «Искандер-М», снова временно оккупированный Крым. По нашим данным, это та же точка пусковая, откуда и была обстреляна Одесса 15 марта. Соответственно, первая ракета прилетела, выезжают на место спасатели, медицинские работники, небольшая пауза, потому что это баллистика, всё очень быстро происходит довольно-таки, и летит вторая ракета, попадает туда же. Слава Богу, что количество пострадавших, количество жертв, оно намного меньше, чем это было у нас в Одессе. Слава Богу, есть пострадавший ребёнок, всем раненым, конечно же, в скорейшее выздоровление и сочувствие семье погибшего. Враг продолжает терроризировать и Одессу, и вообще юг нашей страны. Враг не стесняется метода введения военных действий, которые являются преступными, и, соответственно, демонстрирует это. Меня в эти дни очень часто спрашивают, как можно объяснить логику подобных обстрелов. Ответ очень простой. Это не логика, это терроризм, терроризм, который должен быть наказан. Наказан только силовым ответом, и если враг не сдаётся, его надо уничтожать. А с террористами разговор действительно только силовой и только на уничтожение. Поэтому большая просьба сегодня и гражданским нашим людям прежде всего о том, что если звучит сигнал воздушной тревоги, пожалуйста, идите в укрытие. Ну и, соответственно, уроки из одесских событий Николаевских, я думаю, будут сделаны и в алгоритме действий и спасателей, и представителей медицинских структур, потому что мы видим, что враг активно действительно это стал использовать. Какие это будут изменения, об этом, в частности, говорил министр внутренних дел Клименко, когда он был в Одессе, на том, что эти изменения будут. Для чего? Для того, чтобы и помочь людям пострадавшим, и самое главное, сберечь жизни тех, кто просто летит к ним спасать их жизнь. Сергей Борисович, вы сказали о силовых ответах на ту агрессию, которую позволяет себе страна-террорист, Российская Федерация. Силовые ответы есть. Естественно, эта агрессия не остается без ответов. В частности, украинские удары, по данным Института изучения войны, вывели из строя примерно 33% боевых кораблей Черноморского флота Российской Федерации. И тут на фоне этой информации появляется информация о смене командующего, того самого Черноморского флота. Как вы считаете, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует только о том, что руководство так называемой Российской Федерации, оно сегодня ищет очередного стрелочника, назначать будет того, кто в итоге будет отвечать за дальнейшие потери Черноморского флота. То, что они будут, в этом нет никаких сомнений. Ну, во-первых, сегодня, давайте не забывать, существует морская коалиция, которую возглавляет Британия. И мы прекрасно понимаем, что тот опыт, который есть у великой морской державы, который является Британией, опыт ведения боевых действий, он сегодня, конечно же, способствует тем успехам, которые Украина демонстрирует, а у которой Черного моря. То, что сегодня Черноморский флот Российской Федерации оказался, мягко говоря, в неудобной позе, именно в Черном море, это тоже правда. Поэтому россияне сегодня максимально не выводят уже несколько дней. Уже вторая неделя пошла, когда не выводят в Черное море на боевое дежурство ни один корабль. Понятно, что идет поиск новой тактики. Понятно, что идет поиск возможных ответов на ту тактику, которую демонстрирует Украина. Вряд ли, на мой взгляд, что-то изменится с прибытием нового командующего. Я уже сказал о том, что это будет очередной стрелочник. А то, что Украина не будет останавливаться, у меня в этом нет никаких сомнений. Потому что в любом случае даже одна боевая единица, над которой развивается российский флаг, это угроза мирной жизни в Черном море. А Черное море – это далеко не Россия и вообще не Россия. Черное море – это и Украина, это Турция, это Румыния, это Болгария, это Грузия. То есть те страны, которые хотят использовать Черное море в мирных целях. Поэтому, если одна пошивая овца нашлась в Черном море, пусть она даже и морская, надо это, чтобы исправить. Сергей Борисович, предлагаю вам отмотать пленку назад и обговорить то, что произошло в Приднестровье вчера. Итак, по воинской части там ударил неизвестный беспилотник. Естественно, пропагандистские СМИ во всем обвинили Украину. В частности, заявляли, что дрон якобы летел с Одессы. При этом, например, Институт изучения войны утверждает, что это обычная тактика Российской Федерации. Дрон используется для попытки дестабилизации ситуации в регионе. Вы согласны с такой оценкой? Смотрите, в том числе и в вашей студии, на вашем канале мы говорили о том, что идет информационная накачка событий вокруг непризнанного Приднестровья, так называемого Приднестровья, так называемый съезд, так называемых народных депутатов. Ну, какой-то сюр на самом деле собирался, там что-то требовали, кому-то обращались, так далее и тому подобное. Мы говорили, что это информационная составляющая на 100%. Дальше, возможно, последуют провокации. Я не знаю, то ли так активно смотрят, в том числе и ваш канал. Я понимаю, что мониторят в непризнанной республике, но они сделали тот шаг, который все ожидали, что будет провокация. Я помню, как в начале полномасштабного уторжения провокация выглядела немножко по-другому. Там был использован, якобы использован гранатомет иностранного производства. Сегодня на слуху дроны. Видите, шагают ногу со временем. Решили для провокации использовать дрон. Вертолет, который непонятно сколько лет простоял на этой площадке, не поднимаясь в воздух. Не надо быть авиатором, чтобы это не определить на первый взгляд. И что это был вообще за дрон? Откуда он прилетел? Явно не из Одессы, потому что Украина придерживается всех международных норм поведения, в том числе и по непризнанному Приднестровью, которое является временно оккупированной территорией республики Молдова. Ну и, собственно, те обвинения, которые прозвучали, они были вполне ожидаемы. На что отреагировал, прежде всего, официальный Кишинек, который заявил, что Украина уж точно к этому не имеет никакого отношения. То, что это была вооруженная провокация, ну, возможно, следующий шаг, возможно, будет объявление некой мобилизации. Но, опять-таки, напомню, чем закончилась та мобилизация, мобилизационные сборы, которые проводились в так называемом Приднестровье. Тогда они были сорваны, причем сорваны местными жителями, которые подняли свои паспорта Румынии, Молдовы, Украины, кстати, в том числе при наличии российского. И попросту, извините за слово, рванули в сторону Молдовы, чтобы избежать возможной мобилизации. Закончилась эта отставка, так называемая премьера Приднестровской Молдавской Республики. Я думаю, что ситуация будет таким же образом сегодня выглядеть. Это информационная провокация, ну, в данном случае еще использовали и для картинки дрон. У врага, чтобы все вопросы сразу отбросить, нет сегодня никакого ресурса для того, чтобы осуществить подпитку этой временно оккупированной молдавской территории, этого оккупационного контингента российского, например, через Одессу. Наступление на Одессу могут мечтать. Осталось недолго мечтать, ну, а, собственно, ресурса наступать на Николая в Одессу у врага нет никакого. Пусть посмотрят на Черное море и поймут, где их место. Ну да, отсутствие сухопутного коридора – это еще одна преграда на пути к воплощению врагом своих целей в жизни. Сергей Борисович, спасибо большое, спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру, спасибо за предоставленную информацию, и не можем не ответить, вашу потрясающую тактическую вышиванку вам очень идет. Это правда. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, присоединялся к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.